Так, сейчас мы попробуем сломать ручек старый метров вверх и 60 единиц. Метров вверх и 77 единиц. Полщина здесь у нас 2 мм. Смотрим, как она гнется. Угол потом можно будет поверить. Вот так. Чуть-чуть потоньше, значит результат будет чуть лучше. Потому что чем тоньше, тем лучше гнется. Это у нас дуротек 20 целая. Хорость порядка 61-62 единицы. Смотрим. Гораздо раньше. Пожалуйста. Литров вверх и 77. На аналогичной практически твердости. Здесь более тонкий кусочек был. Вдобавок еще разломится на несколько частей. Пожалуйста. Вот собственно хрупкость. В наглядном ее представлении. И чтобы никто не обвинил мне предвзятости к американской стали. Вот М390. Аналог дуротека. Такой же только европейский. Беллеровский. 2,6 мм. Ломаться по идее должен раньше. Чем дуротек. Вот. И гораздо раньше чем нет ролика. Смотрим. Вот толстый. Держится лучше. Посмотрите. М390 держится. Дуротек хуже. Закалка у одного и того же термиста. Вот. Ну смотрите. Не знаю чем это вызвано. Может быть там на дуротеке трещина была. Хотя так же на несколько кусков искаловался. Примерно таким же углом как и дуротек. Пожалуйста. И на закуску. СПМ-121 Рекс. Самая теоретически самая крупкая сталь. Из всех что у меня есть. Хотя в общем то может быть СПМ-121 Рекс. Самая теоретически самая крупкая сталь. СПМ-121 Рекс. СПМ-121 Рекс. Примерно такая же. 3 мм. 3,45 мм. Ломать мы будем допустим вот здесь. Смотрим. Должна сломаться терминическая моментальность. Да. Сухим стеклянным звоном сломалась. Здесь вот примерно на таком углу. Извиняюсь угле. Спасибо. Это четвертое. У нас с добровольной огромностью. У нас с добровольными. Субтитры создавал DimaTorzok